В Саранске на избирательном участке номер 568 на 15 часов 38 минут 25 июня проголосовало 119 человек. Среди них видный общественный деятель, директор мемориального музея Николай Кручинкин. Действующая конституция была написана еще в 90-е годы, принята. Естественно, тогда было другое время, другая эпоха, можно сказать, даже другое и внутриполитическое устройство, и внешняя политика другая была, поэтому по тем временам конституция была нормальной, мы тогда за нее голосовали. Сейчас много сдвигов произошло и во внешней политике, и во внутренней политике народ, общество развивается, поэтому и вот этот основной закон, он тоже должен быть в развитии. Базовые ценности, заложенные в конституции, не меняются. Однако, по мнению Николая Кручинкина, многие поправки, предложенные к внесению в основной закон нашей страны, носят судьбоносный характер. Пенсии. Правительство всегда говорит, что пенсии мы повышаем, повышаем, но при наличии средств, возможностей и прочее происходит. Если это будет в конституции сказано, написано, если поправка примется, то это уже обязательно надо будет. Поэтому уже от вышестоящих, от начальников это не будет зависеть, они обязаны это будут делать. То же самое, допустим, по неделимости России, по территориальной целостности. Вот в 90-е годы понятно было, бери кто сколько хочет, и у нас и отделялись, и прочее. И сейчас, если это будет записано, что Россия неделима, то уже никто не будет посягать и на Крым, никто не будет говорить о Курилах, вопрос будет снят. В этот раз голосование проходит в непростых условиях. В связи с распространением коронавирусной инфекции на участках предприняты серьезные профилактические меры. То, что не один день голосовать, то, что не создается толкучки. Понятно, у людей где-то какие-то планы, и поэтому, кто не может первым, может сейчас прийти, завтра прийти, послезавтра. И это очень удобно, во-первых, для самих людей. Это одно. Второе, то, что вот даже на улице происходит голосование. Я видел, во дворе у нас стояла выездная комиссия. Это даже лучшее в условиях вируса, то, что ветерок там, то, что солнышко и прочее. Поэтому очереди нет. Выразить свое мнение по поводу поправок в Конституцию Николай Кручинкин считает обязательным для граждан с активной жизненной позицией. Для настоящих патриотов Родины, которым небезразличное ее будущее. Это голосование, оно не столько даже ради нас, нашего поколения, ныне живущего. Это ради наших детей, внуков, правнуков. Потому что эти поправки, если та Конституция 20 лет действовала, то эти поправки тоже будут в течение 20 лет минимум. Вот здесь как раз тот случай, когда каждый может не на митинге, где-то не в контактах, где-то свое мнение высказывать, а именно напрямую, и он участвует в государственном деле. И будут эти поправки или не будут. Вячеслав Кузьменко, Евгений Фролкин. Народные новости.